Добро пожаловать на онлайн-тренинг по созданию трансграничного партнерства. В предшествующем видео вы познакомились с Анной Борисом и Верой, которые работают над проектом по предотвращению загрязнения водоемов. В предлагаемом эпизоде вы увидите, каким образом они и встретились. Как и почему они решили работать вместе. Для проекта трансграничного сотрудничества принципиальным является совместная работа организаций, которая осуществляет свою деятельность по разные стороны границы. Успешное партнерство строится в процессе подбора подходящего партнера, совместной работы над проектом, распределение ролей и обязанностей по реализации проекта и, наконец, подготовке соглашения о партнерстве. Давайте начнем с поиска партнера. Итак, условия программ трансграничного сотрудничества предполагают совместную работу организаций, которые расположены по разные стороны границы. По крайней мере, один партнер должен представлять страну Европейского союза, а другой – страну соседа. Но в некоторых случаях этого может быть недостаточно. Это особенно касается программ, работающих в бассейнах морей. Поэтому внимательно ознакомьтесь с требованием программ по представительству и составу партнеров. Анна, рад слышать тебя снова, разделяя твои идеи и озабоченность состоянием окружающей среды. Мы могли бы поработать вместе для поиска наиболее эффективных путей решения этих проблем. Кроме того, поскольку наши водоемы и водоемы региона Ривала по другую сторону границы представляют собой единую гидрологическую сеть, нам следовало бы рассмотреть возможность сотрудничества с соответствующими организациями. Так, позволь-ка, я кое-что проверю. Насколько я помню, скоро программой приграничного сотрудничества будет объявлен конкурс. Там вопросы окружающей среды рассматриваются в рамках одного из приоритетов. Думаю, это прекрасная возможность. Что скажешь? Это хорошо, что они уделяют внимание окружающей среде. Но что значит программа приграничного сотрудничества? Это программа, которая поддерживает партнерские проекты, то есть проекты, которые реализуются организациям из соседних стран в определенных регионах по обе стороны границы и предлагают наиболее эффективные решения общих проблем. Поскольку наши регионы расположены по обе стороны границы, мы можем участвовать. И правда, вместе можно достичь большего. Но это значит, что нам нужен партнер по другую сторону границы. Как же мы его найдем? В вашем распоряжении есть различные инструменты. Вы можете использовать один или несколько. Каждая программа трансграничного сотрудничества располагает онлайн-базой данных, в которой вы можете найти информацию о ранее участвовавших организациях-партнерах. Некоторые программы предлагают дополнительные онлайн-инструменты по поиску партнеров. Тут вы можете разместить идею своего проекта с пояснением, какого партнера вы ищете. Но не забудьте проверить на веб-сайте программы требования к организациям, приемлемым для участия. Кроме того, в поиске интересующих вас организаций вы можете принять участие в информационных мероприятиях программы и форумах по поиску партнеров. Еще одна возможность – это посоветоваться с коллегами из других организаций или поискать необходимые контакты через различные ассоциации, союзы и сети НГО. Вы также можете искать партнеров посредством общеевропейской онлайн-базы данных по проектам сотрудничества КИИП. Здесь также представлены сведения обо всех организациях, которые участвовали в проектах трансграничного сотрудничества. И, наконец, можно обратиться к органам управления программой или к вашим национальным органам с просьбой распространить ваш запрос среди заинтересованных. Познакомьтесь со стратегией или программой развития региона, расположенного по другую сторону границы, для выявления организаций, которые работают в интересующем вас направлении. Подготовьте краткое и ясное описание идей вашего проекта для разъяснения его потенциальным партнерам. Привет, Анна! Ну как, ты уже нашла нашего первого партнера? Привет, Борис! Я просмотрела базу данных Ассоциации местных муниципалитетов и базу данных программы по партнерам из региона Ривала, которые уже принимали участие в проектах. И как? Есть что-то обнадеживающее? Я разослала по электронной почте 25 запросов и получила 9 ответов, что они не могут или не заинтересованы. Есть два ответа от организации, которым тоже нужны партнеры, но они нам не подходят. Посмотри. Да, специализация организации не совсем соответствует. Думаю, нам надо набраться терпения и продолжать поиск. Постой! Только что пришел еще один ответ. Здесь. Здравствуйте, Анна! Меня зовут Вера. Я заместитель главы администрации региона Ривала. Мне было приятно получить ваш запрос, поскольку мы очень заинтересованы в работе над проблемами, которые вы собираетесь затронуть в рамках проекта приграничного сотрудничества. Надеюсь, что наш предшествующий опыт в качестве ведущего партнера в проекте по управлению водным хозяйством, профинансированным ЕС, окажется полезным. Эврика! Прекрасно! Первый шаг сделан. У вас есть партнер по другую сторону границы, но предстоит еще длинный путь. Потребуется длительная переписка, встречи, мозговые штурмы. Не забывайте, что вы собираетесь участвовать в программе трансграничного сотрудничества, в которой высоко ценится хорошее партнерство. Вы должны построить сбалансированное партнерство с организациями, которые уже имеют опыт, компетенции и возможности по реализации мероприятий, предусмотренных вашим проектом. Внимательно познакомьтесь с соответствующими требованиями программы трансграничного сотрудничества, которые представлены в документах по конкурсу заявок. Особое внимание обратите на критерии оценки проектов, чтобы быть уверенными, что ваше партнерство получит высокую оценку. В процессе разработки проекта важно помнить, чтобы планируемые мероприятия находились в сфере компетенции ваших организаций. Возможно, потребуется привлечение дополнительных партнеров для обеспечения качества вашего проекта. Что касается идеи нашего проекта, то она полностью в сфере нашей компетенции. Если потребуется провести небольшое исследование, то для такого технического вопроса мы сможем привлечь субподрядчика. Согласен. Прекрасно. Вы установили партнерство и согласовали идею проекта. Пора приступать к совместной работе. Для обеспечения качества такой работы необходимо обеспечить обмен материалами и документами. Это означает, что в ближайшие месяцы вам предстоит провести много встреч и переслать значительный объем информации. Знаете, у нас есть некоторый запас времени до подачи заявки. Давайте согласуем, какая нам потребуется информация и разработаем детальный план по ее сбору. Да, давайте проверим, какие имеющиеся у нас данные, опыт и компетенции потребуются для разработки проекта. Возможно, детальный перечень необходимой информации будет полезным. И не только. Нам потребуются данные, чтобы обосновать соответствие нашего проекта потребностям целевых групп. Это большая работа. Как мы с этим справимся, работая в разных странах? Невозможно же каждый день проводить бесконечных телефонных переговорах. Как вы знаете, существуют различные бесплатные средства коммуникации, которые позволяют преодолеть трудности общения через границу. Это, например, электронная почта, Skype, WhatsApp или Viber. Кроме того, существуют бесплатные интернет-сервисы, например, такие, как Dropbox или Google Drive, которые позволяют обеспечить обмен документами значительного объема. За более детальной информацией об использовании этих инструментов вы можете обратиться к пакету поддержки партнера на нашей платформе. Но тем не менее встречи все равно потребуются, по крайней мере, для принятия и согласования стратегических решений. Сейчас вы знаете, как наши герои нашли друг друга. А из видео по разработке проекта помните, как они совместно работали. Но разработка содержания проекта – это не единственный вызов, с которым они столкнулись. Вам также потребуется распределить роли и обязанности, части подготовки и реализации проекта. Партнеры каждого проекта должны между собой решить, кто будет ведущим заявителем по проекту. То есть нести основную ответственность по подаче заявки и в случае одобрения проекта осуществлять руководство его реализацией. Так это значит, что кто-то станет боссом для остальных? Не совсем. Так было и в нашем предыдущем проекте. Это так называемый принцип ведущего партнера. Он означает, что один из партнеров принимает на себя ведущую роль. После подписания контракта он будет называться ведущим бенефициаром, в то время как остальные партнеры – просто бенефициарами. При этом все основные решения будут приниматься партнерами совместно. Каждый партнер будет выполнять свою часть проекта в соответствии с общей договоренностью. Понятно. Значит, мы вместе работаем над подготовкой проекта и позднее его реализацией. Но как мы решим, кто будет ведущим партнером? Существуют какие-либо объективные критерии? Ведущий партнер принимает на себя дополнительные задачи и ответственность, поскольку он действует от имени всех партнеров в соответствии с законодательством. Кроме того, он осуществляет коммуникацию с органом управления и в случае одобрения подписывает грантовый контракт. Он получает средства на свой счет и перечисляет их в соответствии с бюджетом остальным партнерам. Он будет отвечать за мониторинг и отчетность по проекту. Ясно. Это значит, что организация-заявитель должна обладать соответствующими возможностями для управления проектом и, наверное, хорошо разбираться в законодательстве. Совершенно верно. Кроме того, такая организация должна иметь возможность получать финансовые средства в евро на свой счет и перечислять их остальным партнерам по проекту. Да, теперь я вижу, что несмотря на то, что моя организация придумала идею проекта, она недостаточно сильна для того, чтобы выступить в качестве ведущего заявителя проекта. И наш совет региона вряд ли захочет принять на себя ведущую роль. Перечисление денег другим партнерам для нас будет достаточно проблематичным. Пока у нас нет такого опыта. Значит, у нас остается только один вариант. Администрация нашего региона раньше уже была ведущим партнером. У нас есть необходимый опыт и возможности. Если не возражаете, я встречусь с главой администрации, чтобы обсудить эту возможность. За более детальной информацией вы можете обратиться к таблице о задачах и обязанностях партнеров, части подготовки и реализации проекта, которая представлена в дополнительных материалах на нашей учебной платформе. А сейчас посмотрим, что еще необходимо для создания партнерства. Действительно, помимо того, что мы опишем в форме заявки, как мы должны организовать совместную работу, чтобы обеспечить четкую реализацию проекта, если мы получим грант. В соответствии с требованиями программы в качестве партнеров, ваши организации должны будут подписать соглашение о партнерстве. В этом соглашении будут определены обязательства, в том числе в части перечисления средств, возмещения расходов, отчетности, хранения документации, предоставления возможностей для контроля и права собственности на результаты проекта. Оно будет описывать задачи, обязанности и особенности коммуникации между партнерами, а также процесс принятия решений, например, на основе решений специально созданного руководящего комитета. Важно, чтобы все партнеры как можно раньше осознали, какими будут их обязанности в случае одобрения проекта. Чтобы получить представление о содержании грантового контракта и соглашения о партнерстве, познакомьтесь с документами конкурса заявок. Вам также будет полезно познакомиться с контрольным списком, который представлен в дополнительных материалах на нашей учебной платформе. Итак, вы эффективно использовали различные инструменты для поиска партнеров. Плодотворно со всеми партнерами трудились над разработкой вашего проекта. Вам удалось добиться оптимального распределения задач и обязанностей между партнерами. И вы знаете, что это должно быть формализовано в соглашении о партнерстве. Теперь вы можете приступить к завершающему шагу подготовки проекта – это разработки бюджета. Познакомьтесь с нашим следующим видео о разработке бюджета проекта. Надеемся, что вам понравился этот онлайн-тренинг. И мы желаем вам успехов в создании вашего трансграничного партнерства. Продолжение следует... Продолжение следует...